Дискретное преобразование Лапласа Дискретное преобразование Лапласа Здесь с помощью D заключенного в такие узорные скобки нашей решетчатой функции мы получаем дискретное преобразование Лапласа Дискретное преобразование Лапласа Переход от изображения к оригиналу выполняется с помощью обратного дискретного преобразования Лапласа в виде такой вот формулы Свойства дискретного преобразования Лапласа в основном схожи со свойствами обычного преобразования Лапласа Давайте рассмотрим это преобразование на следующем примере С помощью дискретного преобразования Лапласа найти нужное изображение решетчатой функции равной единичке То есть простая задача в виде простой функции равной единичке Задана у нас решетчатая функция и нам нужно применить дискретное преобразование Лапласа Формулу мы уже знаем, то есть нужно посчитать такую функцию Вместо решетчатой функции мы подставляем сюда единичку И по сути нам нужно получить сумму вот этого ряда Это очень важная формула для дискретного преобразования Лапласа И сумма вот такого бесконечного ряда нам дает вот такую величину Которую можно представить в виде вот такой вот функции И это является решением В дальнейшем мы эту сумму, то есть вот это свойство Мы будем использовать для отыскания других изображений Другой пример Давайте найдем с помощью дискретного преобразования Лапласа Изображение уже такой функции Эту функцию можно представить в виде произведения То есть мы подставляем вместо решетчатой записи вот эту функцию Далее мы раскрываем скобочки У нас есть постоянная величина Это е в 15 степени, которая выходит за знак суммы И у нас остается е в степени 5n И то, что имелось в составе формулы для дискретного преобразования Лапласа Ну, так как у них, у этих функций одинаковые основания Их можно представить вот таким вот образом Но важно, важно нам представить ее вот в этой форме То есть обязательно должен быть минус И обязательно должна быть n За скобочками, вот как мы представили Остальное, вот этот аргумент q и все, что с ним будет связано Это дает нам вот тот же самый ряд То есть сумму этого ряда Поэтому, используя эту формулу Вот эту формулу Мы можем вот посчитать это То есть вот е в 15 степени до константа Она будет у нас за суммой А здесь сумма вот этого ряда И сумма того, что у нас было в первом примере Они по структуре похожи То есть есть минус, есть минус Есть n, есть n И аргумент с ним связанный Тогда, зная формулу для суммы этого ряда Вот как мы видим, мы можем также посчитать и сумму для этого ряда Здесь разница будет только в той функции Которая у нас стоит в степени Как мы видим Далее Преобразовывая вот в такой вид Мы можем получить вот следующее значение То есть мы с помощью этих примеров Показали важность вот этой формулы Которая получается для суммы вот такого экспоненциального ряда В дальнейшем это может быть очень часто использовано При поиске изображений Давайте рассмотрим еще один пример Где мы вычислим изображение С помощью дискретного преобразования Лапласа Для такой функции Тут уже у нас косинус 4n Но, как мы помним, косинус можно представить вот в таком вот виде В виде совокупности некоторых экспонентов Используя данное свойство Мы уже можем посчитать и дискретное преобразование Лапласа То есть найти изображение Вместо этой функции мы подставляем вот это значение Вот как мы видим Далее раскрываем скобки Свойство дискретного преобразования Лапласа нам это позволяет То есть для этого у нас получается два таких ряда И используя предыдущую формулу Мы вычисляем основание Е Которое будет одинаковым Выносим минус скобочки в степени Выносим n за скобочки в степени И то, что внутри остается Это q минус 4y Получается у нас степенью данной экспоненты А сумму экспоненциального ряда мы знаем Она будет вот такая вот Аналогично для второго члена Мы получаем вот такую вот формулу Далее Находим общий знаменатель Выполняем Все необходимые математические выкладки И получаем формулу Вот такую вот Для изображения решетчатой функции Которая задана с помощью вот такой функции косинуса То есть это есть решение При решении задач подобного рода Нам обязательно нужно любую функцию Постараться представить в виде экспоненциальной функции Для удобства Это такое важное свойство Теперь давайте поговорим о z преобразовании Как мы увидели Дискретное преобразование Лапласа содержит Трансцендентный член То есть экспоненциальную функцию Это явление усложняет нам расчеты Поэтому дискретное преобразование Лапласа Не получило широкого распространения Это связано с тем Что результирующие функции изображения Содержат трансцендентные члены Вместо этого Большие распространения получили изображения Полученные с помощью так называемого z преобразования Чтобы выполнить z преобразование Нам нужно внести следующие изменения В дискретное преобразование Лапласа То есть вместо функции Члены e степени q Нужно заменить это на z Тогда у нас осуществляется z преобразование По следующей формуле То есть формула очень похожая На дискретное преобразование Лапласа Но эта формула уже не содержит Трансцендентных членов Если дискретное преобразование Лапласа Мы называли также преобразованием Цыпкина То есть в честь человека, ученого Который придумал данное преобразование То это преобразование по сути Представляет собой преобразование джюри То есть человек, который занимался этим также Есть и другое отдельное преобразование джюри Которое также наряду с z преобразованием Используется при получении изображений Для решетчатых функций Изображения, получаемые этим преобразованием То есть z преобразованием Есть передачные функции Такие же, как и передачные функции Линейных систем автоматического управления Через рациональные части Вот таким вот образом можно будет Представлять передачные функции Для дискретных систем Используя данное преобразование Что является очень удобным Давайте разберем данное преобразование На конкретном примере Найдите изображение функции С помощью z преобразования Заодно та же функция И давайте найдем ее изображение То есть все по аналогии Вместо e в степени q У нас используется z Которая представляется вот В виде такой суммы И для такой суммы Вычисляется уже вот такое значение Суммы бесконечного ряда Который был задан с помощью z Очень похоже На дискретное преобразование Лапласа Но оно уже не содержит Трансцендентных членов И очень удобно В следующей задаче Давайте также найдем Изображение для следующей функции Как мы видим Которую представляем В виде вот такой вот совокупности Комбинации этого числа И z И уже вычисляя сумму Бесконечного ряда Вот этого Мы получаем вот такую формулу Как здесь вот было То есть Степень минус n Также остается У числа И мы получаем вот такую вот величину Которая может быть уже представлена В таком виде То есть Свойства очень похожи Зная Вот Разложение То есть Сумму Бесконечного ряда Вот Где использовалась единичка Вот мы получаем Вот это Аналогичным образом Мы приводим Все те Функции Которые находятся Под суммой Вот К этому виду Тогда мы уже можем использовать Сумму этого бесконечного ряда Для вычисления Изображений Z преобразования Я надеюсь Что данное видео Было полезным Всем Успехов Субтитры создавал DimaTorzok